Сегодня армия членов Пинской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» насчитывает более четырех тысяч членов. Рост ее авторитета наглядно подтверждает и растущее число желающих защищать и нести в массы идеи добра, справедливости, гуманности, сострадания, патриотизма и любви к родной стране. Только за последнее время в ее ряды влились более 400 человек. 129 первичек прислали своих делегатов на отчетно-выборную конференцию, наделив их правом дать оценку проделанной за два года работы. Все это нашло отражение в докладе исполняющей обязанности председателя Пинской городской организации Людмилы Былинской. Сегодня, спустя без малого 15 лет с момента создания «Белой Руси», можно уверенно сказать, что организация объединила искренних патриотов, людей активной жизненной позиции, стремящихся быть полезными обществу и государству. Идеологическим стержнем «Белой Руси» была и остается поддержка политики президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. А тесное взаимодействие с органами власти и работа с различными слоями населения помогали и помогают организации обеспечивать успешное проведение социально-экономической политики государства. В числе самых значимых и массовых мероприятий – участие в проведении избирательных кампаний, городских и областных, республиканских конкурсах, направленных на духовно-нравственное, культурное, физическое развитие горожан. Беларусь всегда выступала в качестве общественно-политической силы и никогда не пыталась устраниться от политической деятельности, в том числе с самого активного участия в избирательной кампании. В активе организации – работа общественной приемной, акция «Сделай свой выбор», встречи с молодыми избирателями, поздравления и вручения памятных подарков от «Белой Руси» впервые голосующим непосредственно на избирательном участке, участие в диалоговой площадке «Конституция в будущее вместе» по обсуждению изменений в основном законе, в республиканско-патриотическом форуме «Гражданская позиция» и многие другие знаковые дела. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» совместно с местным благотворительным фондом Алексея Талая провела мероприятие по сбору гуманитарного груза, который 22 мая будет доставлен детям Донбасса и Украины, пострадавшим от военных действий. Не остались в стороне и наши первичные организации – «Мясокомбинат», «Север Пинск», «Магазин Буратино», «Детская стоматология», «Медицинский колледж», «Колледж искусств», «Детская школа искусств номер 4», «Три учреждения общего среднего образования» и «Восемь учреждений дошкольного образования», а также «Территориальный центр социального обслуживания населения» и «Пинский пограничный контрольный ветеринарный пункт». Городская организация объединяет людей с активной жизненной позицией, которые не могли пройти мимо инициированного польскими властями строительства забора на белорусской границе, которое многие экологи называют преступлением перед природой. 85 председателей первичных организаций «Белая Русь» собрали 4807 подписей. В год народного единства члены президиума приняли участие в диалоговой площадке на тему «Народное единство – основа процветания народа, нации и государства» с участием заместителя-председателя Республиканского общественного объединения «Беларусь» Александра Викторовича Шадько, председателя областной организации Петра Степановича Пойты, представителей государственных структур, парламентариев, профессорско-преподавательского состава четырех университетов Брестской области. Все это наглядно свидетельствует, насколько важен для нас праздник – День народного единства, как объединяет нас стремление жить в мирной стране, заниматься созидательным трудом, чтить и приумножать наши лучшие традиции, растить и достойно воспитывать детей. Не осталась незамеченной работы финской городской организации на республиканском уровне. Отрадно, что 15 июня 2021 года нас пригласили участвовать в международной конференции «Мы – одна большая семья. Путь к единству и гражданскому согласию. Беларусь, Россия, Казахстан», где мы делились опытом работы с молодежью. Не остались в стороне от охватившей значительную часть населения глобальной проблемы пандемии активисты городской организации, став участниками проекта «Все на борьбу с коронавирусом». Ежегодным стал конкурс на лучшую постановку работы в первичных организациях. В рамках недели народного единства городская организация «Беларусь» на базе средней школы номер один провела интеллектуально-развлекательную игру «Единство с Беларусью». Традиционным стало чествование выпускников школ, обладателей стабальных сертификатов, победителей третьего областного этапа Республиканской Олимпиады, а также победителей областных и республиканских научно-практических конференций. Стало доброй традицией помогать членам организации собирать ребятишек в первый класс детей-инвалидов в школу. 30 марта впервые был проведен конкурс «Лучший председатель первичной организации». И если к традиционному конкурсу на лучшую первичную организацию мы привыкли, то Советом «Белой Руси» было принято решение во главу угла поставить человека, настоящего лидера, сильного общественника, который проводит и организовывает работу на местах. Призовые места заняли Марина Витальевна Гетман, заведующая детской стоматологической поликлиники, Полина Павловна Якушенко, педагог-организатор средней школы номер один, Виктория Васильевна Павелко, учитель средней школы номер восемнадцать. Самое главное, что прошло красной нитью через выступления всех девяти конкурсантов, представителей разных профессий – это любовь к своей родине и своему делу. И это далеко не полный перечень замечательных дел, имеющих широкий общественный резонанс. Нельзя не упомянуть о таком мероприятии, как ежегодный конкурс творческих работ «Золотое перо Белой Руси», который проводится среди учащейся рабочей молодежи. В год исторической памяти участникам предложено осветить тему «Золотые буквы нашей истории», подготовить творческие работы, посвященные историческим достижениям белорусского народа и его беспримерному подвигу в годы Великой Отечественной войны, научно-техническому прогрессу и тем людям, чьи имена известны далеко за пределами страны. Всего в текущем году в конкурсе приняло участие 16 молодых журналистов, в прошлом – 35. В этом году первое место в номинации «Учащийся» завоевала Черкун Варвара, учащаяся Медицинского колледжа. Второе место – Чижевская Валерия, учащаяся средней школы номер 18. В номинации «Любитель» Петрович Ольга Викторовна, председатель первичной организации «Пинск-водоканала». Члены Беларуси – активные участники всех городских мероприятий, митингов, посвященных Дню Независимости, Дню Освобождения города Пинска от немецко-фашистских захватчиков, Дню Защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, памяти воинов-интернационалистов, Дню Победы в Великой Отечественной войне и других. Большой общественный резонанс приобретают новые акции и яркие мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения, развитие социальной активности граждан нашего города. Доклад, исполняющий обязанности председателя Людмилы Былинской, дополнили выступившие в прениях председатели первичных организаций Пинского медицинского колледжа Марина Ковалевская, ОАО Полесья Алла Шаламитская, средней школы номер 18 Виктория Павелко, которые внесли предложение дать удовлетворительную оценку работе организации за отчетный период. Высоко оценили деятельность Пинской городской организации и члены почетного президиума конференции заместитель председателя Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Василий Лач, председатель Пинского городского совета депутатов Леонтий Лемешевский, заместитель председателя Пинского госполкома Геннадий Поляковский. Все акции и мероприятия организации направлены на достижение общественного согласия, реализацию социальных проектов, поддержку молодежи. Приятно осознать, что под эгидой «Белой Руси» объединились люди, стремящиеся внести свой вклад в развитие города не только на своем месте, но и через участие в общественных делах, стать опорой и поддержкой местной власти в реализации социальных, производственных и культурных программ. И это все отлично получается. Сегодня объединение Пинской городской «Белой Руси» узнают по конкретным делам. Поэтому от лица городского исполнительного комитета я выражаю благодарность и хочу сказать спасибо всем за активную жизненную позицию. Единогласно проголосовали делегаты конференции за то, чтобы признать работу Пинской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» удовлетворительной. Также единодушны были они и при избрании рабочих органов. Кульминацией выборов стало избрание председателя Пинской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Городские власти видят опору в «Белой Руси». Они видят ту конструктивную общественную организацию, которая может повести и никогда не подведет в решении всех поставленных благих задач. Поэтому, уважаемые друзья, разрешите все-таки на официальном уровне предложить вам на должность председателя Пинской городской организации «Белинскую» Людмилу Степановну. Дополнением к мандатам, которые в знак согласия подняли абсолютно все делегаты, стали горячие аплодисменты всех присутствующих в зале. В них поддержка и поздравление. Людмила Степановна Былинская, которая в течение 500 дней исполняла обязанности председателя и справилась с ними просто прекрасно, сполна заслужила это высокое доверие своих единомышленников. Прекрасным завершением отчетно-выборной конференции стало награждение самых активных членов организации почетными грамотами, благодарственными письмами органов государственной власти и вышестоящих органов Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Для Пинской городской организации начался новый отсчет времени. Оно ставит перед организацией новые задачи. И для этого они готовы совершенствовать и развивать свою работу. 15 с лишним лет уже существует. Я следил постоянно за деятельностью этой организации, потому что мои друзья, ныне уже даже покойные, были ее руководителями. Сегодня я еще раз убедился, что это лица организации. Сделано очень много. Сегодня настоящие члены, настоящие кадры, молодежь растет. Безусловно, конечно, будущее у Белой Руси, конечно, есть. Сегодня мы провели отчетное выборное собрание Белой Руси на высоком идейном уровне. Я горжусь, что у истоков были мы именно, и мы продолжаем те лучшие традиции нашего города. И мы должны так держать. Пинская городская организация, Республиканское общественное мнение Белая Русь одна из лучших, одна из лучших в области, однозначно. Но я думаю, что и в республике она тоже занимает свое достойное место. Сегодня мы подвели определенный итог работы Пинской городской организации. Этот итог воодушевляет. Воодушевляет той деятельностью, которая проводит Пинская городская организация. И возглавляет нашу организацию. И избрана председателем Былинская Людмила Степановна. Необыкновенно энергичный человек, необыкновенно теплый, деятельный. Человек, у которого... Я слышал овации, когда после избрания были. Зал просто аплодировал. Зал аплодировал и аплодировал так, как будто они именно выбрали того человека, который действительно этого заслуживает. И вот искренняя любовь прямо из зала нашла к Людмиле Степановне, и она купалась в этой любви. Мы, как педагоги, берем на себя огромную ответственность воспитать настоящего гражданина и патриота своей республики. И являясь членом первичной организации «Белая Русь», мы, конечно же, приумножим наши старания. Ну и хотелось бы поздравить Людмилу Степановну с избранием на этот пост, так как она заслуживает, и все знают, как и аплодисменты в этом зале доказали, что действительно человек находится на своем месте. Если можно сказать о развитии вообще Белой Руси и о тех мероприятиях, которые стали проводиться, как сегодня Людмила Степановна сказала, в течение 501 дня, когда она исполняла обязанности, можно сказать, что появился другой уровень. Уровень общения стал совершенно иным. Он стал комфортным, он стал душевным и он стал профессиональным. Конференция отчетно-выборная прошла на высоком организационном уровне. Не было сомнений у меня лично, что на сегодняшний день лидером пинско-городской организации «Белая Русь» является Людмила Степановна Былинская. И все мы видели, что единогласно мое мнение совпало с мнением зала. Вообще я очень трепетно отношусь к этой организации членом, которой я являюсь с первого дня и стояла у истоков основания этой организации. Горжусь тем, что на протяжении всего периода организацию возглавляли достойные люди. И, конечно, Людмила Степановна приумножит в десятки раз то, что было сделано. Сегодня пинско-городская организация тесно сотрудничает с организацией пинско-городской Белорусского союза женщин. У нас нечего делить, у нас единые цели. Мы поддерживаем курс нашего государства, мы работаем во благо каждого человека. Поэтому я думаю, что мы с Людмилой Степановной еще много-много сделаем хороших проектов мероприятий для нашего города, для наших пинчан. Сегодня наша городская организация Республиканского общественного объединения Беларусь получила достойную оценку и со стороны области, и также со стороны нашего городского исполнительного комитета и Совета депутатов. Сегодня должна поблагодарить за доверие городской исполнительный комитет, Совет депутатов, Брестскую областную организацию Беларусь. Я благодарна за такую высокую оценку своего труда в качестве исполняющего обязанности и благодарна всем тем председателям первичных организаций, которые проверили меня и выбрали председателем городской организации Республиканского общественного объединения Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова